Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Четыре года я общаюсь дистанционно с мужчиной, мне 32, ему 35, мы живем в разных городах. Познакомился он со мной в социальных сетях, изначально отношения не складывались. Человеку он очень сложный, потом он пообещал приехать лично, чтобы познакомиться, но в итоге не приехал. Я была обижена, перестала надеяться на развитие отношений. Но за четыре года он никуда из моей жизни не исчез с периодами, мы общались очень плотно, а потом могли общаться раз в неделю или две. Но в целом он всегда был на связи. За это время я успел завести реальные отношения, даже пожить с мужчиной отношения не сложились, он об этом не знает. Не так давно он мне сказал, что сожалеет, что не приехал, что хочет все исправить, отношения стали более теплыми. Я хочу понять для себя, есть ли смысл дальнейшего общения, ведь я уже не могу воспринимать его как виртуального друга. Хочу большего, но он никакой конкретики не дает. Я сильно привязался к нему за последние полгода, общаемся каждый день. Если случаются какие-то ссоры, я сильно переживаю, вопрос в том, что я не знаю, как мне дальше поступить. Может, стоит резко самой прервать общение, чтобы не течь от себя иллюзиями? Также я не понимаю его, зачем он со мной общается, если ничего не собирается предпринимать. Раньше я думал, что женат, но этот вариант исключен. Так как очень много времени он уделяет мне, любая бы жена заметила. Говорит, что приедет, но сроки не называет. А мое терпение на исходе, что делать? Ну, смотрите, смотрите, несколько таких вот, я бы сказал, важных моментов, на которые можно было бы обратить ваше внимание. Во-первых, то, что вы говорите, что привязались к нему. Вот то, что вы к нему привязались, да. Хотелось бы, конечно, как-то прояснить. То есть, что значит привязались к нему. А ведь привязка к человеку, это ведь по большому счету во многом про потребность. Ну, то есть, как бы, это про вашу, на мой взгляд, потребность. То есть, это про то, что вы хотите сами. И, на мой взгляд, вам нужно себе самой на этот вопрос ответить. То есть, из-за чего я привязалась к человеку? Ну, если вы говорите, что привязались к нему, то каким образом, за счет чего вы в этом смысле к нему привязались? Я думаю, что здесь, конечно, есть определенные причины. Причины, я думаю, что здесь есть определенные, ну, как бы, основания для того, чтобы вы испытывали, условно говоря, такого рода привязку к человеку. Но важно понимать, как она появилась у вас. Важно понимать, что она и себя это привязка представляет. Потому что сейчас, на данный момент, это совершенно не очевидно для нас. Следующий аспект, на который я хотел бы обратить ваше внимание, заключается в том, что вы говорите, что у вас были надежды и ожидания от него. Надежды и ожидания говорят о том, что вы человека, скорее всего, таким, как он есть, к сожалению, не воспринимаете. Ну, вот вообще, вообще, в прямом смысле этого слова не воспринимаете. Есть, как бы, ощущение, что вы его, вот, в какой-то степени просто идеализируете. Если вы человека идеализируете, то здесь есть достаточно серьезные проблемы. А, значит, идеализация, это что такое? Идеализация, это, по большому счету, перенос на кого-то другого, да, того, что я хочу. Вот, ну, как правило, того, что я хочу, там, например, от себя. Ну, вот, допустим. То есть, идеализация человека и непринятие его настоящего, именно, вот, то, что вы как-то, вот, не принимаете, что он не очень хочет, да, не очень ждет, не очень готов к тому, чтобы с вами встречаться. Потому что, ну, встретиться с вами, это, признаюсь честно, не то же самое, что общаться с вами, ну, вот. Вот, на расстояние. И многие люди не случайно так никогда и, ну, так никогда и не встречаются. Потому что не все, ну, не все в этом смысле готовы переводить общение и переводить, ну, контакт, да, в другой русско. Это нужно понимать. Чем, чем лучше вы для себя сможете это понять, тем, тем лучше вам будет, как мне кажется. Сейчас, на мой взгляд, есть, с этим определенная, ну, определенная флота устроилась, на мой взгляд. Дальше, вы пишите, значит, вот, что я была обижена, да, то есть, что, что такое обида, ну, обида здесь. Значит, да, как бы тут вот. Когда мы говорим про обиду, вот о чем мы, эээ, что мы имеем в виду. Говоря про обиду, мы говорим про то, как я свои желания перекладываю на человека другого. Не замечая при этом, эээ, того, что, человек, ну, да, несколько, вот, не соответствует, эээ, тому, чего я от него жду. То есть, это, в общем, ну, в общем целом, в этом ничего такого аномального нет. В том, что, ну, не соответствует человеку. Но вы обижаетесь, потому что, вот, как раз, эээ, проблема в том, что, эээ, ставите себя слишком сильно в зависимости от него. К сожалению, вот. И, на мой взгляд, наша задача заключается в том, чтобы вы как-то, вот, эээ, ну, более, 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 может быть, самостои, ну, самостоятельные были. Вот, потому что есть такое ощущение, что, вот, сейчас вы не совсем, эээ, самостоятельные. И вас это, конечно, подавляет. Вот. Дальше вы говорите про то, что у вас на исходе, эээ, терпения на исходе. Конечно, здесь хотелось бы понять, эээ, что вы имеете в виду, говоря про терпение. Вы говорите, что вам хочется большего. Опять же, чего вам хочется? Уверены ли вы, что здесь вы говорите про свою направленность, ээээ, на человека? Уверены ли вы, что вы здесь говорите про, ну, про человека? Про него? Уверены ли вы в этом? Потому что, например, у меня складывается такое впечатление, что вы как-то больше говорите здесь про себя, про свою потребность. Но, потребность в чём, в чём потребность у вас здесь? Это нужно, крайне важно, это разграничить. И если вы не будете этого разграничивать, то вы так и останетесь зависимыми и, как бы, ну, вот. Ну, постоянно будете, как бы, ожидать, да, ожидать вот то, эээ, значит, что человек. Человек, вот он, значит, вот сейчас, вот он, сейчас обрумается, вот сейчас он, значит, что-то придумает, да, сейчас он что-то сделает, ну, может быть, одумается, может быть. Может быть, и нет. Знаете, какая здесь, эээ, вот, ну, как бы, какой здесь есть нюанс? И вопрос заключается, опять же, в том, что мне делать, если он не одумается. Что я буду делать, если он не одумается? Поэтому крайне важно, чтобы вы постарались заметить важность для себя. Ну, вот, конечно, не с целью обесценить его. Нет. Но с целью именно разобраться, с целью именно разобраться в себе, с целью именно разобраться в том, чего хотите вы, что нужно вам, в первую очередь. А дальше уже смотреть. Вот. А пока что вам это сделать очень сложно. И последний момент, это отсутствие у вас доверия в себе. Как это происходит? Вы что-то чувствуете, вы что-то ощущаете, вы что-то замечаете. Но вы как будто бы, от этого отказываетесь, как будто бы вы это, знаете как, как будто бы вы это, отталкиваете, словно вот вам это, я не знаю, мешает что ли. А тут есть самое главное. Вот. Именно то, что для вас приемлемо и неприемлемо, терпимо-нетерпимо. Понимаете, да? А вы как-то вот на это не обращаете внимания. Это очень грустно, на мой взгляд. Потому что вы, как мне кажется, ну, заслуживаете больше вам. Вот. Вот я бы ответил вам, пожалуй, в таком ключе. Вы пишите, зачем он общается со мной, если не приезжает, если не собираются приезжать. Ну, на мой взгляд, подобный вопрос не так, что бывает. Потому что машине может быть удобно, ему может быть так комфортно, то есть, ну, может быть. его просто устраивает. Могут у него быть, конечно, и некоторые сомнения относительно себя. Например, он может бояться, опасаться того, что он в реальном мире у вас не получится выстроить отношения. Вот. Конечно, человек может какие-то другие аспекты преследовать. Мы этого, скорее всего, никогда не узнаем. Совершенно бессмысленно, как мне кажется, пытаться понять мужчину. Ну, вообще, другого человека пытаться понять не имеет никакого смысла и значения. Очень много можно всего додумывать, а в итоге, ну, правда будет совсем другой и, вероятно, совершенно не такой. Какой вы ее себе представлял, к сожалению. Поэтому я бы не рекомендовал бы вам пытаться его понять. А вот разобраться в себе, да, было бы неплохо, потому что привязка к человеку вам ничего хорошего не даст. Вот. Надеюсь, вы это понимаете и отдаете себе в этом отчет. Вот. Было бы довольно печально и грустно, если бы вы этого не сделали. Не делали. Точнее. Ну, это все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. Удачи. Удачи. Удачи.